Я думаю, что мой доклад дополнит предыдущего докладчика, но немножко в такой форме, более имиджевой. Поэтому любое живое существо основывает свою жизнедеятельность на информации, полученной в виде сигналов, усвоенных в процессе восприятия. И от степени сложности организма зависит и уровень его информированности, способности перевалить количество и качество сигналов. В основе первой сигнальной системы лежит рефлекторная деятельность животных инстинкты, условные и безусловные рефлексы, то есть восприятие через рецепторы непосредственных раздражителей внешней среды, исследование жесткому алгоритму поведения. Животные, обладающие первой сигнальной системой, являются частью биосферы, потому что именно поэтому они с ней связаны, и позвоночник, похоже, у них находится в горизонтальном положении именно по этой причине. Человек, начав процесс выделения себя из биологической природы, встав на ноги, начал развивать у себя способности для получения большей информации об окружающей среде. То есть сигналы, что шли непосредственно на рецепторы, стали дополняться дополнительными сигналами, порождаемыми зарождающимися и усложняющим мышлением, в основе которого лежит слово, сигнал сигналов по голову. То есть у нас в обработке, скажем, начали еще появляться дополнительные компоненты, которые идут изнутри, ну, смыслы, скажем, по-нашему. Вот здесь это все написано. Вторая сигнальная система, возникшая на основе первой, связана с функцией речи, общественным образом жизни. Инстинкт, как основа действия, уступает местомышлению. Больший объем получаемой и обрабатываемой информации позволяет перейти к более сложному поведению, где есть выбор и способность создавать явления и процессы, отличные от биологических. То есть у человека появляется выбор, и он может его осуществлять только на основании большего объема информации, который ему доступен. Создается мир людей, социум, который обладает своими особенностями и самодостаточностью. Мы создали кинематограф и финансовые деривативы. Дюркгейм, один из основателей социологии, утверждал, что общество — это реальность особого рода, самостоятельная реальность, обладающая собственной принудительной силой. То есть это отдельная природа с законами своими, которые являются объективными. Одним словом, человек создает свою реальность и стал, и становится ее частью, частью социума. Если говорить о дальнейшем развитии человека, то есть о раскрытии его полного потенциала, то следует обратить внимание на то, что каждый человек уникален. И развитие этой уникальности напрямую не связано с функционированием социальной среды, задачей которой входит организация и поддержание функционирования людей в целом, как группы. Что-то в человеке общественное, а что-то нет, что-то вне его социума границ, писал великий социолог Георг Зиммель. Уникальность человека вне социальных моделей, она за словами, которые, будучи сигналом сигналов, являются исключительно атрибутом второй сигнальной системы, и в ней ее не существует. Что же находится в человеке за словами? Какие сигналы приходят в мозг, и какую реальность они отражают? Совсем недавно человек вышел за пределы биосферы и включил космическое пространство в сферу своих интересов. Главным инструментом познания является мозг, и параметры его функционирования определяют всю деятельность человека. Что же человек воспринимает, то для него реально. Огромные пространства, гигантские периоды времени и процессы, с этим связанные, не укладываются в привычные представления человека и требуют усилий для их усвоения. Требуются новые режимы работы мозга. Если во внешнем мире с этим справляются компьютеры, которые со временем прогрессируют, то у человека остается восприятие его развития, как основной и главный инструмент, сверхчувственное восприятие находится за словами, фактически на уровне прямого усвоения информации, так сказать, в чистом виде, то есть формы или образа. Это и есть третья сигнальная система — природная способность человека, которая развивается тогда, когда возникает в ней необходимость. И если вторая сигнальная система использует два глаза, и этого хватает, то логика подсказывает, что для следующей, третьей, нужен носитель более расширенного восприятия, например, третий глаз. И здесь имеет смысл более подробно рассмотреть этот феномен, хотя бы потому, что одной из основных особенностей имидж-медицины является использование этого феномена. И имидж-терапевт что-то видит, в результате чего сообщает диагноз и проводит лечение. Точность диагноза и результат лечения позволяют говорить, что эти усилия имеют положительный эффект. Проблема лишь заключается в том, что понятие «третий глаз» ни в медицине, ни в науке в целом пока не существует. Оно нашло свое место в квазинаучных концепциях, традиционных способах целительства и практиках саморазвития, причем уже много веков, если не тысячелетий. И издрали «третий глаз» связывали с шишковидной железой. Это, как в разных традициях, символически обозначался этот орган. Последние исследования в области изучения мозга дали много интересной и ценной информации для объяснения природы человеческого восприятия и познания. В зоологии известен факт наличия третьего глаза у некоторых рептилий, в частности, у ящерицы Готерии. Он у нее находится не в рудиментарном, а в самом, что ни на есть проявленном состоянии и выполняет ту же функцию, что и эпифиз человека. Вот это единственное существо, которое на этой планете имеет реальный третий глаз. Он у нее на затылке, правда. И я сейчас дальше скажу. В Киеве, если вы придете в зоологический музей, то найдете там кости, а вот это рисунок. Скутозавр — это существо, которое жило очень давно, и у него очевидным образом наблюдается третий глаз. Вот это вот фрагмент увеличенный. Ну, сами посмотрите. Как и у животных, так и у человека он отвечает за синхронизацию циркадных ритмов. И еще характерной чертой этого органа является его малоизученность, которая стала притчей во языцах. Здесь желательно обратить внимание на два момента. Первый, она однозначно связана со световосприятием, но от света спрятана внутри черепной колоробки. То есть этот глаз ушел вовнутрь у современных существ биологических. И второй, внутренняя часть шишковидной железы имеет ткани сетчатки, состоящие из палочек и сколбочек. То есть это фоторецепторы в самом прямом виде. Так же, как и глаз, она подведена к зрительной коре головного мозга. Еще больше похож на глаз, благодаря наличию там стекловидного тела. Все знают, что такое стекловидное тело. Да? Глаз. Статья доктора Дэвида Клейна, опубликованная в Science News, говорится следующее. Сетчатка и шишковидная железа являются органами, в первую очередь отвечающими за распространение объектов и сложную обработку света, идущую снаружи. До недавнего времени эти два органа у млекопитающих исследовались разными группами ученых. Но новые совместные исследования значительно ускорили процесс в этой сфере. Их находки убеждают, что шишковидная железа была эволюционно предшествующей третьего глаза, предшественницей третьего глаза. И хотя казалось, что жизнь глаза и эпифиза раздельны, при ближайшем рассмотрении и к удивлению ученых было обнаружено, что у них много общего, в частности, в наличии и функционировании фоторецепторов. И дальнейшие исследования показали, что хотя у млекопитающих шишковидная железа считается лишь коственно-светочувствительной. Наличие в ней белков, которые участвуют в фототрансдукции, показывает вероятность того, что в железе млекопитающих могут происходить прямые световые события. То есть прямое световое событие на русском языке, на нашем, вернее, на языке, может говорить о том, что животные воспринимают образы точно так же, как и мы. Теперь имеет смысл сказать несколько слов о том, что мы видим обычными глазами. Представление о том, что глаз работает как фотокамера и на его сетчатке фокусируется изображение, которое потом воспринимается, анализируется мозгом, очень и очень упрощено. в создании и анализе изображения в не меньшей степени принимает участие и воображение. Зрительная система полагается как на ту информацию, что происходит извне, так и на ту, что находится в памяти. Большая часть данных, на основании которых принимаются любые решения, является продуктом механизма воспоминания. Около 30 участков мозга задействованные восприятия активно обмениваются между собой сигналами, формируя в законченный образ, который мы считаем увиденным. То есть, проще говоря, если представить наше сознание экраном, то большинство сигналов, которые формируют образ, идут изнутри, и только часть идет снаружи, в результате чего формируется некоторый образ, на основании которого мы совершаем поступки. То есть, действуем. Очень интересный момент. Парадокс в том, что то, что находится в центре мозга и имеет природу глаза, управляет жизнедеятельностью организма, определяет день и ночь и гормональный баланс, а то, что находится снаружи, непосредственно участвует в мышлении. Похожие правы были древние ученые, когда утверждали, что восприятие человека связано не только с глазами в привычном понимании, но и с невидимым глазом внутри. Эти два органа, по сути, являются частью общего органа восприятия, именуемого мозгом. И уровень этого восприятия, то есть уровень обрабатываемой, а лучше сказать, переживаемой информации, зависит от степени вовлеченности в этот процесс, в том числе и малоизученного третьего глаза. Теперь обратим внимание, как описывается процесс восприятия самим пользователем. Я сейчас зацитирую речь Николы Теслы на вручении ему медали Эдисону. Это небольшая цитата. «Природа даровала мне яркое воображение, которое, благодаря неустанным упражнениям, то есть практики, изучению науки, практическому подтверждению моих теорий, стало очень точным настолько, что я смог отказаться в большей степени от медленного, трудоемкого, неэкономичного и высокозатратного процесса практического воплощения тех идей, которые ко мне приходят. Я смог исследовать широчайшие области знания очень быстро и получать результаты, не затрачивая большего количества жизненной энергии. Таким образом, способность видеть желаемые объекты реально и осязаемо избавила меня от болезненной тяги к обладанию бренной собственностью, которой подвластны многие. Я начал совершать экскурсии за пределы известного мне мирка и увидел новые пейзажи. Ничто не напоминает? Сначала они были расплывчатыми и мутными и таяли, когда я пытался сосредоточиться на них. Но постепенно я научился фиксировать их. Они приобрели ясность и отчетливость. В конце концов, приняли форму реальных предметов. Вскоре я сделал открытие, что лучше всего себя чувствовал, если просто продолжал двигаться по видеоряду все дальше и дальше, получая все новые и новые впечатления. И таким образом я начал путешествовать. Мысленно, конечно. Когда я обратился к изобретательству, то обнаружил, что могу мысленно представлять свои идеи. И при том очень отчетливо. Мне не нужны были модели, чертежи или опыты. Я мог создавать их в уме, что и делал. Таким образом, я, не осознавая этого, подошел к развитию, как считал, нового метода материализации изобретательских концепций и идей, которые радикально отличаются от чисто экспериментального. В тот момент, когда изобретатель конструирует какое-либо устройство, чтобы облечь форму незрелую идею, он неизбежно оказывается в полной власти своих мыслей о деталях и недостатках этого механизма. Пока занимается исправлением и переделками, он отвлекается. И из поля зрения уходит важнейшая идея, заложена первоначально. Вы получаете результат, но жертвуете качеством. Мой метод иной. Я не спешу приступить к конструированию. Когда у меня рождается идея, я сразу же начинаю развивать ее в своем воображении. Я меняю конструкцию, ее привожу в движение. Для меня совершенно не важно, запускаю я свою турбину в мыслях или в мастерской. Разницы никакой, результат тот же. Таким образом, я могу быстро совершенствовать свое изобретение, ни к чему не прикасаясь. Когда учтены все возможности мыслимого совершенствования и не видно никаких слабых мест, я строю окончательные изделия. За 20 лет не было ни одного исключения. Это имидж-терапевт. Имидж-терапевт в своей практике использует совершенно тот же подход. Он получает реальный образ болезни, используя то, что Тесла называл интуицией. Получая информацию напрямую, он, тем не менее, существенно дополняет ее своими знаниями или наоборот заблуждениями, которые находятся у него внутри. Причина, по которой видящий Тесла месяцами просиживал в библиотеках, заключается в том, что он загружал сырье для своих образов. Это очень важный момент, потому что иногда кажется, что можно вот так сделать и понять, что там произошло. Таблица периодических элементов, говорят, сначала приснилось Пушкину, но он ничего не понял. Тогда она Менделеева приснилась. Если Пушкин в библиотеке сидел, тогда было бы лучше. Другим важным моментом является роль внимания, как управляющего механизма для работы с образом. Без понимания четкой цели знания, что нужно, куда и как смотреть, положительный эффект будет минимальным. И, наверное, единственным качественным критерием внимания в данном контексте является принцип стабильности. Чем дольше человек удержит внимание на объекте или процессе, тем в большей степени он им управляет. А это, как показывает многовековой опыт, достигается путем соответствующих практик, большинство из которых делаются с закрытыми глазами, то есть с помощью активации глаза, который спрятан от света. Известно, что эпифис работает, когда глаза закрыты лучше и в темноте. Поэтому дерево лучше с закрытыми глазами делать. Уже есть научно подтвержденные результаты положительного применения данного метода. Теперь вернемся к третьей сигнальной системе. Одним из элементов которой является третий глаз. К слову сказать, существует феномен еще и третьего уха и второго сердца. И следует заметить, что последующая сигнальная система, развиваясь на основе предыдущей, подавляет ее или контролирует. Что это значит? Это значит, что когда человек обрегал вторую сигнальную систему, то есть слова или смыслы, он стал перед выбором контроля своих инстинктов. То есть у него появилась такая возможность. Тогда слова начали весить больше и жизнь немножко качественная поменялась. Так вот, третья сигнальная система, она уже может контролировать вторую. То есть уже слова контролируются чем-то более глубоким и сущностным. Но это называется сознание. То есть есть ум, слова смысла, а есть сознание, то есть манас и бодхи или чита, если это санскрите. И ее подавляют или контролируют. Во всяком случае, такой способностью обладает. Вот я подобрал некоторые образы, которые могут давать эти три фазы. Если первая фаза — это рога существования больше в инстинктивной такой форме, то есть в слиянии с природой на основании каких-то императивных, скажем, процессов, то есть с минимальным выбором. Следующий уровень рога превращается в корону. Это уже эмоциональные какие-то вещи, какие-то выборы, скажем, эксперименты, если хотите. Смысловые какие-то вещи. И третий уровень — эта корона превращается в гало. Вместо бодхидхармы можно кого-нибудь другого поставить, кто обладает ясным сознанием. Вот так вот можно проиллюстрировать эту всю идею. Так, животные инстинкты, то есть поведение, основанное на борьбе за пищу и потомство, контролируются разумностью, возможностью сделать выбор, чего нет у животного, действовать на основании информации другого качества, позволяющей учитывать интересы не только индивидуума, но и его группы, осуществлять планирование на основании предыдущего опыта и элементов предвидения. И дальше. Увлеченность идеями роста социальной перспективы, как единственного возможного прогресса, слепое следование поведенческим шаблонам может быть поставлена под контроль понимания глобальных процессов более отдаленной перспективе и интересам, гораздо более соответствующим природе человека. Людей, обладающих таким пониманием, издревле называли мудрецами. Из давленных времен некоторые люди, стараясь понять мир, развивали в себе высшие способности восприятия, использовали они принцип контроля сигнальных систем, начиная с самой первой и трудной. Ну, вот такой пример. Твердое владение чувствами. Вот что такое йога. Так формулировал яма смысл йоги или обуздания в Убанишадах, например. Или закрой пять движений, усин по-нашему, и откроются три сияния, как говорили даосы. Здесь еще можно говорить о том, что называется трезвление, например. То есть все мы знаем, что это такое. Управление качественными сигналами воспринималось, извините, чувственными сигналами воспринималось как достижение пустоты, понимания взаимосвязанности и природы реальности. То, что в квантовой парадигме, сменившей второсигнальную ньютоновско, называлось квантовое поле, квантовая перепутанность или корпускулярно-волновой дуализм. Это было предметом постоянного интереса небольшого количества людей, практиковавших то, что называется медитацией. Существует достаточно много серьезных исследований, подтверждающих реальные изменения в мозге вследствие практики. Сошлюсь лишь на одно, проведенное в Массачусетском университете Бостона. В мозге, практикующего медитацию от года до 30 лет, увеличивается толщина некоторых отделов коры головного мозга, вовлеченных в процесс внимания, рабочей памяти, сенсорной обработки информации, префронтальной коры и островов Корайля. Рост коры головного мозга происходит не за счет нейронов, а за счет возрастания кровеносных сосудов, глиальных клеток, астроцитов, всей системы, которая питает мозг. И все большее количество людей практикует медитацию. Это не развлечение, а насущное требование времени. Современные условия существования человечества требуют максимального усилия для принятия очень непростых решений. На самом передовом рубеже развития использования возможностей человека находится институт Кунда-Вэл. Имидж-медицина оперирует возможностями третьей сигнальной системы для восприятия образов, для диагностики, и оперирования ими для целей исцеления человека. Уникальные методики института еще ждут своего развития и расцвета. Практические занятия и технологические наработки, которые за 10 лет, уже не за 10, а больше, накоплены в этом институте, находятся в авангарте современных методов исцеления и совершенствования человека. Ну вот, все. Спасибо.